Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшие семь дней, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2300 обращений. Возбуждено 22 уголовных дела, 17 раскрыты по горячим следам. Продолжается подготовка к отопительному сезону. Согласно графику, на 1 августа процент готовности должен составить 65%. На финальной стадии – работы по ремонту подъездов. 54 подъезда выполняет управляющая компания «ЛГЖТ», 18 подъездов – управляющая компания «Содействие». Как мы видим, на сегодняшний день 116 подъездов выполнено в полном объеме, 54 подъезда в работе. Никаких отклонений от графика нет. И с уверенностью можно сказать, что до 1 сентября текущий ремонт всех подъездов будет завершен в полном объеме. С 1 июля органы службы занятости населения перешли на новый формат работы. Теперь услуги можно получить онлайн или в МФЦ. Центр занятости населения в городском округе Люберца в настоящее время перешел на режим работы в электронном виде. Личный прием граждан при регистрации в качестве безработного содействия в подаче заявлений на оказание государственных услуг в области содействия занятости населения в городском округе Люберца осуществляется в 9 многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. С 8 по 10 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Процедура выдвижения и регистрации кандидатов закончена. Баллотируются 4 человека. Для удобства избирателей на выборах будет применена очная форма голосования на избирательных участках, а также в дистанционном формате. Избирателю предоставляется возможность зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. Для того, чтобы дистанционно и электронно проголосовать, уже с сегодняшнего дня и до 4 сентября необходимо подать заявление на портале госуслуг. Тем самым избиратель будет включен в список голосующих электронно. На совещании обсудили вопросы содержания автомобильных дорог и тротуаров, очистку остановочных павильонов, нанесение дорожных разметок, вывоз мусора и смета, покостровы и санитарную вырубку деревьев. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.